ребят всем привет доброе утро всем трактора уехал на москву есть время свободное идет дождик у нас работы нету пока с погрузчиком еду пока что выходной получается у меня решил поехать опять посмотреть погрузчики где какие сейчас едем gcb центр тут у нас есть вроде стояли китайские погрузчики смотрел альтернативы как бы другой нет европейцы уходят с рынка российского китай заполняет но естественно подымает цены неимоверно подымает цены ну потому что техники становится меньше не то что меньше и много навезли просто монополия на рынке становится китай и больше европейцы очень мало и через третьи стороны допустим привозят вон они везде тут китайцев навезли так что-то сервис в этот ли его гонку он реклама как сказать есть же центре вольсваген марседеса сейчас приезжаешь а там чинган или лифан короче куда заехать нам техники то много он для себя есть маленький но цены кобзлец там сейчас мы посмотрим вообще маленький у нее есть а подскажите где стоянка тому где можно встать машину вот тут она сивочки а вот стоянка парковка что-то очень маленькую веков на гонали пойдем смотреть технику вам я прям нити как правильно читать кто подскажет тридцатые тридцатые ну вот этот вроде как давай сходим у нас дождик ну правда так плюс 7 на улице холодно короче ну чё ребят начнем прямо со стоянки от моей машины тут как-то удобно все сделано получается никого нету но как может быть видится я тут снимаю может только и выйдет так но если нет интересует больше вообще-то вроде такого но сильно большой высота там еще посмотрим чтобы были двадцать четвертые тире двадцатые колеса вот и е-32 стоит его посмотреть можно но эти уже конечно это здоровые пойдем пройдемся это чё у нас вав треки стоят 32 да здесь даже вот с этой с телескопичкой с телескопичкой так сказать он неудобный честно говоря 425 25 что верно спят кабинка вот низкая у них закрыта нет открыта коры то все жаленько печка под сидушкой все там она сейчас наглеить не будем сейчас может быть кто-то выйдет нам покажет так шестнадцать семьдесят на двадцатый вот это тоже у нас чё на шестнадцать семьдесят двадцатый это телескоп телескоп этот этот простой но он он низенький высота вылета маленькая на этот этот колеса большие да 25 нам надо двадцатые мне надо либо 24 ну тут уже класса поздоровею вот это тридцать второго внутри бы посмотреть внутри бы посмотреть как тут тоже открыто посмотрим здесь даже вот щетка есть у него навеска со щёточкой со щёточкой но я думаю что можно эти я где-то видел тоже идут даже в них оборудование да на эти тоже можно и щетку взять который побольше движки мишки интересно че стоят эверун эверун еверун какой-то амбирка у него а это даже не китай по моему кардан снизу кардан снизу у этих тоже кардан то снизу кардан снизу да со свинением вон видите какое со свинением как у Т-150 примерно выведены еще гидравлики какая-то доп оборудование тут тоже есть клапан срабатывания на опускание гидравлики 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 можно на камера магнитола камера вон стоит ютилит Но кабина пошире сделана, ровненький пол, да, электроники много напичкано, клапанов, на баке уже стоят датчики тоже есть, но это большой, это большой. Так, вот это Лугонг, Лугонг, 16,70, 20, Лугонг, ну, обычно это кабина-аквариум, короче. Единый аквариум, подстаканник, все дела, 816-й. Движок вот интересный какой-то. Движок, движок не знаю, ну вот, лейбл потом посмотрим. Ну, похоже на мой сидовский движок. Как у меня. Вот такое. Эти углы вот не нравятся, блин. Лопается на них, не знаю, но надо проверять. Форточку сделали, плюс уже открывается форточка кабина. Такой, высота подъемов маловатая будет до этого. Да, ладно, пойдем дальше, там еще есть, так вот, все на продажу, видимо, или на предпродажу выгоняем. Так, вот ключи в машине еще бросил, по-моему, да? Нет, все бросил. Ладно, сейчас пойдем туда, во двор еще там посмотрим. Так, еще вот ряд у них выставочный есть. Вот такой тоже длинный, есть. В ту сторону же Сибири, ну, пройдемся. Вот такие вот малышки даже есть. Что они тут? Метр двадцать, наверное. Рубинка. Печка на этом висит. На стенке можно открыть? Вот закрыто. Печка на стенке, вентилятор, магнитола, камеры, камеры нет. Вот так вот выглядит. Маленький. Тоже быстросъем на сменное оборудование. Быстросъем вообще сделан под свой, ну, под свой модельный ряд. Каждый производитель делает, чтоб с других не могли приделать, наверное. У нас же, как получается, берем, а потом то вилы, то еще чем-нибудь сами можем приделать. То есть у нас конструкторов тоже хватает. Вот тут уже чуть побольше. Принцип один. В один нет, кабина разная. Здесь кабина с выемкой, здесь без выемки. Магнитола уже на стене висит. Повыше кабинка, печка тоже на стенке. Вот такие вот. И здесь уже стрела. Телескопичка, телескоп. Вот. Такое есть. Это простая стрела, а рядом телескоп стоит. Видимо, и такой, и такой стоит. Можно взять так. Есть уже как в большом погрузчике сделано. Щеточка есть, навесное оборудование. Такое. Сочленение. Вот такое, да? У всех у них, у Иверуна. Кабинка просторная. Здорово, здорово. Кабинка просторная. Вот об облака ушел, самолет взлетает. Это гидромет. Такой. Ну, не знаю, как по мне, так кому-то нравится мне. Вот, как бы, экскаватор, ну, тяжеловатый он. Вот, больше планировка, погрузка, экскаватор как-то. Ну, каждому свое, конечно, каждый возьмет для себя технику, которая нужна. Такое вот. Вот. Вон, экскаваторы большие стоят. Здесь поменьше. Такой отряд еще. Вот, пойдем до этого дойдем. Мощный такой. Такой мощный. Ну, это уже для, тоже специфических работ стрела. Чего-нибудь раз, два, три вылета есть еще. Лапы уже, как у крана, чтобы не прокинуть. Но это, тоже, посолидней техника. Такой. Здоровенно. Ну, тут весь ряд. Жефиби и Верун попался. Сюда. Гидромет. Здесь вилочники. Там вот генераторы квадратные. Ящики стоят. Здесь, конечно, покрущики. Прямо еще два иконок стоит. Даже два стоит погрузчика. На кабине вон сделаны. Не заметил. Есть, нет на тех. На кабине вон каркас безопасности. Фары на нем накреплены, видите. Уже 835. Смотрится здорово. Конечно. Резина 25-я. Сочленение. Между этим и этим. Сочленение. Блин. Как вам показать? Метр десять, наверное. Метр-метр десять. То есть, тоже помощное сделано. Единственное, это толщина металла. Ну, кто работает уже тут. Метр-метр. Подвесной есть. Уже. Ручник дисковый. Тормоза. Тормоза. Так. Оптика. Тормоза. 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 но этот здорово это высота капец у него какая здесь все просторно здесь мне кажется вот здесь можно джин пролезть и можно в ней залез если вот так посмотреть снизу на меня я вот здесь внутри лазью можно поремонтировать то есть залезет прям в раму еще хватает места посмотреть доступность хорошо сделали доступность нити моя рука здесь я могу везде полазить есть измазаться солидолом могу это если хорошо траекторист работает везде мажется только естественно будет будешь весь в мазуке это когда ничего нету все на сухую работает тогда тоже плохо так что как то так на усмотреть встает шагу прокладочного не болталась ничего такая такая техника она поедем дальше экскурсию я вам провел немножечко по своей теме тема погрузчиков много техники много много всего стоит такой здоровенный погрузчик gcp 455 рядом будочка позвонить в лондон спросить денег на этот погрузчик так вон он самолет аэропорт кольцово здесь екатеринбурге рядом так телефон есть открытая сейчас маме позвоню домой да кому позвонить займите денег на большой трактор но это сильно большой колесо так а а а а да тут резина только чтобы его перепортовать бортовать что стоит что стоит представляете да это для компаний такие большие так забили в землю так прикольно сделали это это не муляж вроде ну такие шланги где подскать подсоединятся вот такой прикольный сделали да свернулся с этого с объездной это давно в этой стороне не был тут же у нас был драк-рессинг гоняли то тупик свернул с него я смотрю площадки везде строится строится он техники вообще много а бочечники видите как гонять ему пофигу что грязь летит на другие машины то есть вон там техника вдалеке прям стоят базы какие-то ангары строят фирмы сейчас заедем еще к Володе туда на запчасти погрузчик и это посмотрим вон что новенькое привез тоже давно с ним не созванивался сейчас заедем посмотрим что у него там есть цены ребят не стал спрашивать заходить по высоте по вылету ну много чего для меня не подходит но смысла я буду спрашивать а если вам нужно кому-то ну посмотрите в интернете что цены либо позвонить это в Екатеринбурге у нас находится так что посмотрите зайдете на сайт все там спросите доехал я до Володи ребята пьем чай Володя тут еще запчасти приходит приходит он бедный и со мной пообщаться хочет и кого его смотри весь проезд проход забит запчастями там было забито вообще да там было забито в контенте так что телефон вы его знаете в описании есть можете звонить напрямую запах такой а запах новой машины да как кто-то говорит блин купил эту висячку запах новой машины я говорю так возьми краски мазанили и все где-нибудь это будет на саму салону пахнет нет надо вот это покупать вонючку деньги давать просто в краску макнул мазута еще капнул запах новой машине мазута до венничной 7 нравится не она как перемешку когда с этим как его с краской так они нормально смотрятся да Володь блин заканчивается все потихоньку нет но все равно приходит же едет же новая все равно же тут он видишь тоже у него в самом офисе блин запчастей подшипники прокладки все 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 есть так что так что парни работают один я на москву еду отдыхать ну да в принципе вот видите тоже наклейку подарил наклеял молодец кстати кончились сейчас заказываю она не понимает меня что мне надо игру срочно кстати да сейчас отвлекусь это сходку и правда в общем друзьям посидели у Володи пообщались Володя хотел я у него еще раз просмотреть погрузчик раз я уже начал по новой искать про погрузчик зондировать продолжать зондировать эту почту в общем Володя продал что у него были у него будет новый приход вот по нео по погрузчику нео да будет новый приход сейчас у него нету вот будет соответственно другая другая уже цена другой Володя который в луи гонг сейчас позвонил ему он говорит у меня тоже остатки на продаже стоят но которые моим характеристикам нужны он уже их продал два в общем тоже нету вот и что я еще заезжал вот же себе но я цену не стал спрашивать потому что там нету такого погрузчика который как бы мне нужен устраивает моим характеристикам подходит под мои характеристики вот сейчас получается я еду на москву там проводим все эти мероприятия потому что голова еще забита мероприятием забита всем остальным подготовкой тут еще как говорится продажи второго трактора МТЗ вот потом по приезду будем думать дальше где и что искать то есть живую посмотреть погрузчиков не так-то много у нас в Екатеринбурге даже я сейчас в Тюмень звонил и Челябинск находится есть там пару но они находятся либо в Москве либо в Блаковещенске вот то есть у нас их продажи нет ну а там уже как приеду с Москвы буду зондировать и смотреть как говорится еще раз почву по погрузчику то есть два трактора сплавить один взять тоже кормить семью то чем-то надо на чем-то работать ну а я поехал сейчас в сторону дома дождик такой как бы есть потом и вроде нету немножко потеплело плюс 12 стало градусы вот я через центр года города решил проехать двигаюсь домой сейчас надо еще сделать наклейки позвонили заехать уточнить размеры цену и магнитики возможно сделаю но не успевая с собой взять в москву тоже хотел взять москву хоть немножечко наклеек вот все едем в наклейки там еще надо покушать я еще не кушал время уже 15 минут четвертого я с утра только чай попил то есть делов вроде игру не работаю и не успеваю времени нет все дела что наметил сделать и голова кругом все летим в общем тем до наклеек и покушать и домой